Здравствуйте, меня зовут Ольга Филимонова, и я несказанно рада видеть вас на моём канале. У меня совсем небольшое гадание на картах Таро, на предстоящие нам 7 дней. 7 дней такого долгожданного и такого короткого лета. Но есть и хорошие новости. Наконец-то состоялось новолуни, а это значит, что на следующей неделе, это будет неделя с 24 по 30 июля, можно смело браться за новые дела, покупки, новые проекты, подписание договоров. Всё это должно пойти хорошо. Безупречный астрологический фон мы имеем на следующей неделе. В среду и четверг растущая луна в знаке Девы особенно хороша для денежных дел, потому что луна в Деве даёт всем нам без исключения аналитические способности, не даёт запутаться в эмоциях, в чувствах, поэтому с холодной головой можно что-то выгодно купить или продать. Ну а воскресенье, та же самая растущая луна, будет проходить в созвездии Скорпиона, поэтому на воскресенье планируйте дела, связанные с реализацией эмоций. Ну, в первую очередь, это, конечно, романтические свидания. Помните только о том, что луна в Скорпионе может провоцировать и негативное проявление чувств и эмоций, поэтому будьте осторожнее со словами. Нежные, трогательные и все без исключения красивые раки. Моё следующее недельное гадание будет для вас. Первый вопрос про работу, которая есть, работа или бизнес. Что происходит у вас здесь? Колесо фортуны – прекрасная карта. Не смущайтесь того, что карта перевёрнута, потому что в такой позиции она только лишь отсрочивает наступление для вас счастливых перемен. Работа, которая у вас есть, ждите. Повышение в должности, повышение зарплаты, какие-то премии. Может быть, состав коллектива меняется как-то в лучшую сторону. Может быть, слишком злой начальник у вас наконец-то уйдёт. Неважно. Самое главное, что перемены серьёзные, такие, которых вы, в общем-то, и не ждали. Ну, знаете, говорили, мне так повезти не может. Нет, они не за горами. Чуть-чуть, может быть, в отсроченном виде. То же самое касается вашего собственного бизнеса. Крупный контракт на следующей неделе, может быть, пока ещё и не подписан. И крупные прибыли, может быть, пока ещё и не придут. Но всё идёт к тому. Самое главное, что звёзды вам в этом деле помогают в работе, в бизнесе. Звёзды, космос, сейчас все, безусловно, на вашей стороне. Интересно, что колесо судьбы, конечно же, карта с советом. Не вмешиваться в ход событий. Потому что, знаете, вот эту тонкую настройку судьбы сбить-то очень легко. Своей какой-то инициативностью неуместной. Посмотрите так отстранённо, понаблюдайте, как будут развиваться события. И очень скоро вы убедитесь, что они развиваются только в лучшую сторону. Для вас, по крайней мере. Для кого как, а для вас всё будет хорошо. Если вы заняты сейчас поисками новой работы, то вот как раз здесь, пожалуй, для рака перспектив нет никаких. Именно никаких. То есть вот карта звезда, пусть она позитивное значение имеет, да, карта эта очень хорошая, но она обещает успех только людям, которые непосредственно заняты с творчеством, с какими-то картинками, с визуализациями. Всё-таки эта сфера достаточно узкая. А если ищете работу, ну, такую обычную, человеческую, практическую, то здесь есть опасность скорее замечтаться. И карта крупная, она вас призывает жить и планировать более по-земному, что ли, эту тему. Во-первых, не поддавайтесь на уговоры и не верьте обещаниям каких-то людей, которые, ну, эту работу вот в этот период вам предлагают. Ну, на практике как это может выглядеть? Например, вы пропускаете реальные предложения о работе из-за того, что ждёте место, которое вам пообещали, может быть, давно пообещали, и вот с этими надеждами, с этими мечтами прямо-таки вы действительно, получается, что теряете время. Ну, то есть смотрите под ноги, а не на небо в этот период, вот говорят вам карты. Негативного прогноза-то нет здесь никакого, однако будьте практичнее, как-то более утилитарно подходите к этой работе. В общем, не мечтайте сейчас на эту тему. И общая финансовая ситуация, советы по покупкам, тратам, вложениям и так далее, что-то придётся спасать. Да, что-то придётся спасать. Башня карты разрушения, хорошо, что она перевёрнутая, поэтому понятно, что удаётся спасти. Но вряд ли с таким прогнозом надо раку решаться на крупную покупку. Если запланировали, много-много раз всё перепроверьте, условия контракта, договора перечитайте, потому что здесь вы чудом избегаете каких-то разрушений. Карта предсказывает, что вы чудом, например, отказываете от какого-то крайне невыгодного контракта, из-за которого потом бы вам грозило даже какое-то разорение, какие-то денежные потери. Предельное внимание. Теперь личная жизнь для рака, для тех, кто в союзе, в браке, жених, невеста, если есть, тормозятся какие-то планы, откладываются, может быть, не на совсем, однако на какое-то время для новых отношений. Особенно противоречивый прогноз, потому что карта в такой позиции говорит про потерю интереса по крайней мере одного из партнёров к этой романтической истории. Опасайтесь сплетен, опасайтесь каких-то слабых позиций ваших или ослабления позиций партнёра. Не вдохновляющий прогноз, но и не самый драматический. Поэтому, может быть, это время, которое нужно пережить, но внимание потребуется, решимость потребуется. То есть, в общем, придётся, как по всем перевёрнутым жезлам, придётся, засучив рукава, разгребать то, что случилось, то, что накопилось, разбираться, ясность мысли потребуется. Теперь то, что многих волнует сейчас по опыту личного гадания, знаю, что всё-таки тема личной жизни, романтических отношений очень-очень важна. Люди, действительно, многие не могут даже эффективно работать до тех пор, пока не прикрыты тылы, до тех пор, пока нет крепкой, счастливой семьи. Это и понятно, вполне. Для рака, пожалуй, вот эти все рассказы особенно уместны. Почему вам говорю? Потому что, да, раку нужна семья. У нас даже в зодиакальном круге вот четвёртый дом, дом дома, жильё, недвижимость, дом, квартира – это дом рака. Поэтому вот раку, который без семьи или, как минимум, без какой-то крепкой романтической связи, некомфортно, неуютно на работе, в бизнесе, с друзьями, ну, ничто не радует представителей вашего знака до тех пор, пока свободно сердце. Вот так. Итак, новое знакомство. Более чем. Ну, уже я не разложила карты до конца, тем менее, дорогие раки, могу вам сказать, что неделя вам предстоит крайне волнительная, ответственная какая-то. Поэтому, не знаю, надо лечь спать, что ли, в воскресенье пораньше, потому что сила потребуется. Новое знакомство, да, причём оно очень важное, непроходящее. У вас есть шанс встретить человека, с которым вы создадите семью, построите общий дом. Вообще, какой-то счастливый поворот в любви предсказывает всегда туз Пентакли. И это именно совместная жизнь, деторождение, здесь много страсти. Не смущайтесь перевёрнутой позиции карты, потому что Пентакль, он с любой стороны круглый, по крайней мере, вот в этой позиции, в нашем общем таком прогнозе. Ну что ж, не пропустите. Считается, что шансы, которые приходят к нам по тузам, легко пропускаются. Я рассчитываю на то, что вы будете внимательны, осмотрительны. И вот этого нового, такого важного человека в своей жизни не проглядите. Возможность восстановить отношения с тем, с кем вы почему-то в ссоре. Очень-очень большая, но очень велика. Редкий шанс даёт вам судьба с кем-то помириться. Или начать отношения с тем, кто занимает вашу голову, занимает ваше сердце долгое время. То есть максимальную инициативу вы становитесь на какое-то время прямо волшебником в своей жизни. Кстати, по-разному, в разных сферах жизни, в том числе и в романтической. Поэтому, если есть у вас такой удалённый партнёр, человек, за которого вы плачете по ночам в подушку, то полностью берите инициативу в свои руки. Посмотрите, маг, карта про время, лови момент, она говорит. Открывается вот звёздный коридор, такая возможность отношения спасти, даже если они сильно запущенные. Ну, наверняка вы знаете, что делать, у вас очень мощная интуиция. И вы, если прислушаетесь к голосу её, то он вам подскажет, что делать, какими способами можно вернуть ушедшую была любовь. Я, карты, звёзды, мы все вас торопим и желаем, конечно, на этом поприще удачи. Но это карта быстрых, скорых совершений. И решимость нужна максимальная. То есть никаких просто сообщений «Привет, как дела?» здесь быть не должно. Здесь всё и сразу. Не растекаться мысью по древу. Жизнь в семье для рака. Снова тузда, что же это такое. Жизнь в семье, будьте внимательны. Посмотрите, как перекликаются вот эти две карты. В перевёрнутой позиции предупреждают очень многих о напрасной растрате семейных ресурсов. Что такое семейные ресурсы? Давайте будем говорить, в первую очередь, это деньги семейные. Поэтому неудачно что-то купить. Вот несмотря на то, что я говорила, время-то подходящее для больших даже покупок. Неделя прям такая, когда надо за это браться. Но не вам. Но не вам. Потому что, видите, всё серьёзно. В некоторых случаях, конечно, карты не про деньги говорят, и вообще не про материальное. Но тогда ситуация вообще усложняется. Потому что получается, что вы можете с домочадцами так поссориться. Так вот этот дар семейной любви, семейного взаимопонимания разлить, растерять, разрушить. Что? Ну уж лучше бы вы деньги потратили. Следите за тем, что говорите. Что делаете. Вообще предельное внимание к семейным делам, пожалуйста. Здоровье. Очень хорошее. Море активности. И вообще с карты колесницы вам как бы и не... И снова старший аркан. Посмотрите. С одной стороны, вам вроде бы и не до здоровья. Потому что, правда, так много всего происходит. Так многое требует вашего внимания. Максимальную активность проявляете. За здоровье не беспокойтесь. Но всё-таки карта – это карта поездок. Поэтому поехать в санаторий, куда-то вообще оздоравливаться на море – это тоже для вас. И карта совет или неожиданность для рака у нас будет снова старший аркан. Я прям теряюсь в догадках, что же вам... Вернее, откуда вам взять силы на такие обширные, обильные свершения, что ли. Карта мир – гармония. Гармония в делах, гармония в чувствах. И это гармония, которая уже есть в вашей жизни, которую надо стремиться поддерживать, которую важно не пропустить, не упустить. Но карта мир – это ещё и завершающий аркан в старших картах Тару. Поэтому она про конец, про окончание чего-то, какого-то важного этапа в жизни. По этой карте может заканчиваться как полоса дурных, допустим, событий и настроений. Так может и заканчиваться. Наоборот, очень эффективный, позитивный путь, процесс. Спасибо. Спасибо. Спасибо.